Сегодня, 30 июня, в игре стартует железное знамя. Первое в этом сезоне. Ну, стартует и стартует. Чё теперь? Думал я, пока Банжи не объявили о том, какие награды будут из этого баннера нам выпадать. Кроме нового сета, вернее старого, но всё же с новым ограничителем силы и новой эмблемы, в пул наград вернут два оружия из первого года Destiny 2, которые в текущей мете могут оказаться крайне интересным вариантом. Автомат «Путь вперёд» и пистолет «Лекарство для дурака». Автомат в первый слот, пистолет во второй. И я бы абсолютно серьёзно назвал это оружие поводом для того, чтобы фармить железное знамя в этом сезоне. Давай расскажу подробнее, что и почему. Во-первых, железное знамя этой недели не стоит упускать, как минимум по причине шанса получить хорошую по характеристикам броню. Старые сеты ЖЗ есть смысл распылить и выбить свежие, с новой планкой по ограничителю синтеза силы. Во-вторых, железка всегда был хорошим способом прокачаться в начале сезона. Опыт, контракты, квест – всё это довольно ценный ресурс на старте сезона. В конце мы можем ныть, что третий в сезоне железный ивент уже никому не нужен, но сейчас он нас крайне интересует. Ну и то, с чего я начал. Новое оружие. В этот раз на него действительно стоит обратить внимание. Это не просто очередные старые пушки с новым уровнем силы, которые вы можете достать из коллекции. А оружие, которое как влитое вписывается в текущую мету игры, особенно автомат «Путь вперёд». Это 600-ый автомат. Тот же архетип, что и у гнетущего голода, заклинателя или гольярды. То есть лучших автоматов в ПВП прямо сейчас. Но в отличие от вышеперечисленных винтовок, путь вперёд в первый слот. А значит, мета-автомат можно сочетать с ложью Фэл Винтера, пауком-отшельником или замыслом покорителя разума. Взглянем на его статы. Аим Ассист в 71 единицу. Это больше, чем у тех мета-автоматов, которые я перечислял. Больше, чем у заклинателя из испытания Сириса. И это базовая характеристика, без учёта бонусов от перков. Эффективная дальность 50 единиц. Тоже больше, чем у заклинателя. Неплохие показатели, не так ли? Единственное, что сразу стоило бы отметить, направление отдачи у него 60, а это значит, что мод на компенсатор раскачки ему будет просто необходим. Но давайте перейдём к перкам. За каким автоматом мы с тобой отправимся в сегодняшнее железное знамя? Начнём с прицелов. Тут у нас выбором чемпионов станет коллиматор микро. Он увеличит дальность стрельбы на целых 9 единиц и при этом даст оптическое увеличение не слишком мощное, только на 2 единицы. Что для автоматов вполне комфортный показатель. Не слишком огромный, как, например, снайперский прицел СТ. Во второй колонке, естественно, высокоточные боеприпасы, которые дадут нам 10 единиц к дальности. Тут никаких сомнений быть не должно. В третьей колонке есть несколько хороших перков, на которые можно согласиться. Самым простым и очевидным выбором станет питающая ярость. Этот перк, конечно, поменяли в этом сезоне, слегка занерфали. Однако он всё ещё позволяет значительно увеличить скорость перезарядки. При, например, накоплении его эффекта до 2 стаков, вы перезарядитесь так же быстро, как при перке Изгой, а при 3 стаках ей того быстрей. Второй мой выбор в этом столбце упал на компенсатор раскачки. Перк, который увеличит точность и стабильность при зажатии курка, что очень полезно для автомата, на мой взгляд. Так что если вы тоже иногда ощущаете недостаток стабильности при стрельбе из автоматических винтовок, то это ваш выбор. В четвёртой колонке... Ух, тут много интересного. Начнём с того, что в ней добавилось сразу 2 новых перка, которые появились в игре буквально лишь в этом сезоне и эксклюзивно для оружия из Железного Знамени. Железная Хватка и Железный Взгляд. Оба эти перка по-своему интересны. Железная Хватка должен заинтересовать в первую очередь тех, кто играет на консоли, ну или на ПК с контроллером, поскольку он даёт аж целых плюс 20 единиц к стабильности, но снижает скорость перезарядки. Так что тут, как я и говорил, если вам не достаёт стабильности при стрельбе из автомата, то этот вариант для вас. Но вот в пару к нему, возвращаясь к предыдущей колонке, я бы советовал всё же питающую ярость ловить, чтобы пытаться хоть как-нибудь компенсировать дебаф к скорости перезарядки в минус 40 единиц. Ну и не забывайте использовать мод на перезарядку автоматов на вашей броне в таком случае. Железный Взгляд самый странный и неоднозначный перк. Дело в том, что его положительный бонус даст аж плюс 20 единиц каим ассисту, больше чем любой другой перк. То есть стрелять с этим перком по противнику будет куда приятнее. Особенно учитывая, что речь идёт об автомате, при стрельбе из которого врага нужно всегда держать в прицеле. Так что плюс 20 единиц липкости это круто, да? Да, но вот при этом бонусе перк отбирает аж 40 единиц от дальности стрельбы, и это может вообще перечеркнуть всё. Напомню, что параметр дальности влияет не только на то, как далеко летит пуля из вашего оружия, но и на кучность стрельбы, и на урон. Так что речь идёт о большом риске. Скорее всего с этим перком автомат будет очень круто работать на ближней и ближе к средней дистанциях, но урон падать будет от расстояния довольно быстро. На самом деле проверить это всё будет крайне интересно, так что я постараюсь выформить автомат и с этим перком, и с другим. Что же до других перков в четвёртой колонке, до тех, что нам уже знакомы, тут очень хороший выбор. Палец на спуске, магазин для множественных убийств, рубака, все они отличные. Все нам хорошо знакомы, и каждый будет отличным выбором. Но всё же мой выбор остановился на палец на спуске, который улучшит стабильность и точность после первого нажатия на спуск. Таким образом автомат, который я буду сам формить и который мог бы советовать и вам, выглядит так. Каллиматор микро, высокоточные боеприпасы, компенсатор раскачки либо питающая ярость и палец на спуске в последней колонке. С поправкой на то, что меня крайне интересуют два новых перка, но их бы я сначала хотел попробовать, прежде чем заносить их в список рекомендаций для вас. Второе оружие в этот ивент железное знамя, пистолет, лекарство для дурака. И да, конечно мы не воспринимаем пистолеты всерьёз, да? Зачем с ними играть? Но по правде говоря, если вы играете на консоли, то должны знать, что там они практически в мете, и играют с пистолетами там много. А если ещё и учитывать то, что у лекарства очень необычная рама, скорострельная рама Сурос, которая делает его полностью автоматическим, то я бы точно не стал недооценивать для этого малыша. На ближней дистанции он может очень круто себя показать, ведь вам не нужно спамить кнопку выстрела, что обычно бесит при игре с пистолетами. Вам нужно просто зажать. Кроме того, только взгляните на этот выбор перков. О мой бог, такому набору может позавидовать любой. Но давайте сразу быстро к рекомендациям. Прицел, сас, тактика, из-за бонуса к дальности и к аимасисту. Рикошетные патроны во второй колонке, потому что, ну камон, это же рикошетки. Питающая ярость, либо получившая баф в этом сезоне эргономичная рукоятка в третий слот. И быстрое извлечение или киллерский магазин в четвертой колонке. Я бы предпочел, наверное, все же первый вариант даже. Да, чтобы переключаться на пистолет в критичной ситуации и добивать врага. Не знаю, убедил ли я тебя в полезности обеих пушек. Но в том, что автомат крутой, сомнений нет. Я поиграл перед записью видео с экземпляром этого автомата первого года, и он чувствуется очень приятно. Представляю, как он будет работать при хорошем наборе перков. Так что ждем сегодня Саладина в башне. Берем задание и отправляемся выбивать новое оружие. Удачного тебе, фарма-страж. Не забудь поставить лайк под видео и подписаться на канал и группу ВКонтакте. Счастливо! Зона А захвачена. Получено тотальное преимущество. Усилить натиск. Субтитры сделал DimaTorzok